Злобная Росомаха, поговорим о рестлинге. Поводом для этого выпуска стал очень короткий эпизод с Эллиминейшн Чембер. Можно было моргнуть и пропустить его. Но момент настолько показательный, что каждый раз при просмотре он мне бросается в глаза. В общем, если вы являетесь фанатом Лив Морган, я ничего против не имею, но и сам считаю ее одной из самых бесполезных девушек за всю историю рестлинга. Не буду упоминать ее постоянное нытье о том, как ей недоставался пуш. Не буду упоминать, какой инфантильный бред она несет в подкастах и интервью. Не буду упоминать, что когда ей дали микрофон и предложили на шоу рассказать о себе, единственное, что она придумала, это, ну, я шпотом и кровью. Зато я предложу пристально проследить за ее выходом в клетку Эллиминейшн Чембер. Вот она выдохнула перед клеткой, попрыгала. Вот она устроила трэш-ток с Бьянкой, который состоял из того, что каждая из них просто повторяла, что настало именно ее время. И вот впереди ячейка с Росинкой. Тут место, когда Рос обязательно хвалит Росинку, потому что, ну, какой же разительный контраст ощущается, если сравнить Морган и Росинку, получивших недавно мировые титульные матчи. Там, где Морган выглядела зеленой пацанкой, которая изучала на заднем дворе четыре приема, Росинка выглядела рестлершей с огромным пониманием того, что и как происходит на ринге. Ну ладно. Морган, которая в шесть раз меньше Росинки во всех смыслах слова, захотела завести себя. И для этого так агрессивно хлопнула по стеклу ячейки. Ну, знаете, многие так делают, чтобы показать свои претензии. Вроде бы. Ну, а и Росинка в ответ резко придвинулась к стеклу и сделала вид, будто хочет Морган укусить. И Морган натурально испугалась. Она отпрянула и потом пошла к следующей ячейке с лицом, будто только что наложила в штаны. Это настолько прекрасный момент, который демонстрирует, насколько одна рестлерша понимает значимость момента, а другая не понимает вообще ничего. Круче только другой момент, который приключился позже в матче, когда Морган падала с третьего каната за ринг и каким-то ремешком зацепилась, ну и повисла вниз головой. Далеко не первый раз одежда рестлершам мешает. Но они не задумываются о том, что от того или иного прибамбаса под угрозой будет их собственная безопасность. Ну и кто секундой позже оказался рядом и помог Морган освободиться из такого позорного положения? Ну, конечно же, Росинка. Морган потом немного похромала, но на записях на следующей неделе после шоу уже проводила матчи, то есть и обошлось без травм, и слава богу. Но вот за такие моменты Морган получает минус 6 звезд, а две из планет.нет. И я прошу лишь об одном, ну постарайся в будущем обойтись без таких позорных эпизодов хотя бы до следующей недели. Ну или хотя бы договорись, что, если что, тебя подстрахует Росинка. Злобный Росомах, услышимся.